Вопиющий случай в набережных Челнах в городе разыскивают девушку-участницу скандальной фотосессии. Она издевалась над щенком ради эффектных кадров. Некоторые из них попали в социальную сеть и в буквальном смысле взорвали ее. Блогеры начали свое расследование подробностей этой истории у Олега Софиканова. Эти кадры взбудоражили общественность. Девушка на шпильках наступает на маленького щенка. Он пытается вырваться, но лапки прочно связаны. В завершении съемок беззащитные животные якобы бросаются высоты. Последний кадр – утенок лежит на камнях. Жестокую фотосессию разместили в интернете. Зоозащитники уже начали поиски модели. Есть версия ЕС-17, зовут Ольга, учится в 22-й школе набережных Челнов. Последняя не подтвердилась. Нет, это не наши ученицы. Мы проверили детей 9, 10, 11 класс. У нас Оль вообще нет. И по внешности мы эту девочку не узнаем. Единственная Оля в 11 классе, вот она выпустилась, ей 18 лет, и она совсем не похожа на эту девушку. Но борцов за право братьев меньших это не останавливает. В соцсетях девушки грозятся устроить самосуд. В Челнах зоозащитники вышли на митинг. В Казани проблему стараются решить юридическим путем. Кто узнает эту девушку, пожалуйста, сообщите или вам на телевидении, или по телефону 292-63-33 за Оспасу. Потому что я считаю, что человек сегодня убил собаку, а завтра он уже может убить человека и сфотографироваться с ним. Скандальные кадры мы показали психологам. Глядя на них, лекаря души и сознание диагностировали случаи, как расстройство личности и психопатию. Из-за чего это происходит? Причины. Тоже, значит, часто это какие-то модели семейные, жесткое воспитание, жестокое воспитание, да, физически это наказывают ребенка, или психологически как-то он там, ему некомфортно в своей семье. Но все-таки есть какой-то еще процент. Это, ну, очень сложно объяснить, когда вроде бы, да, семья относительно благополучная, да, а вот ребенок вот он такой. Пугающие выводы психологов подтверждает статистика. Это случай в Татарстане не единственный. Недавно мы рассказали об извергах, накормивших котят песком. Тогда зоозащитники написали заявление в полицию, но виновных так и не нашли. В этот раз выйти на истязательницу надеются через общественность.